Всем привет! Это футбол итоги межсезонья. У нас закончился основной сезон, но это вообще не повод оставлять вас без контента, поэтому мы еженедельно, пока у нас не возобновились итоги, будем с Тимуром встречаться. И мы Дорского отодвинули, отдали ему свою программу, где будут слайды, схемы, тактики, тренеры. Остался только от него стул, который полон цифр. По прохладник стало тут, дышится проще. Здесь мы будем обсуждать то, что вам действительно интересно, слухи, вбросы, вкиды, грязь агентскую, денежки. Попробуй, денежки обязательно. Вот. И я думаю, что, понимаешь, всего неделя прошла, а у нас уже куча новостей. Слушай, ну знаешь, как будто бы был какой-то прищ, который это, знаешь, из-за чемпионата не прорывало. И вот он как только закончился, как будто в нескольких местах это как бы прорвало. Но в первую очередь в Спартаке. Да, ну давай вот вообще самая актуальная тема, тема этого утра, что Амстердамский суд вынес приговор Квинси Промису. Да. Полтора года, как я понимаю, за вот эту историю с братом. С твоим братом, который он пырнул ножом. Ты, кстати, знаешь, почему это случилось? Слушай, нет, ну почему, ты понимаешь, что кроме того, что там кто-то был из семьи, понятное дело, что там детали никто не расскажет. Но я так понимаю, что вот это вообще весь следующий блуд вообще вот истории, череда неприятностей у Квинси началась от этого брата. Ну да, вот это, ну я тоже слышал, что вот эта тема с вторым делом, которая с наркотиками, она вроде как взаимосвязана с вот этой. Ну типа того, что он как бы одолжил у Квинси в свое время деньги как бы на какое-то дело, на какое-то дело, которое там, видать, не полностью он сначала объяснил. И потом, видать, произошел скандал какой-то там семейный. Но только я не знаю, почему там дошло до того, что там кто-то кого-то там за нож схватился. Но по факту. Ну и ты же понимаешь, что это только вершина как бы айсберга. И понятно, что голландский суд любой ценой хочет его вытащить. Там не вопрос там в год и восемь месяцев, а вопрос в том, что они хотят его вытащить в свое там правовое поле, где бы они смогли им распоряжаться. И, конечно, они ему припомнят вот эту историю страшную там с трафиком, которая там может перевернуться там совсем другой срок. Знаешь, я еще слышал то, что Квинси чуть ли был не в списках Интерпола. Я думаю, что он будет в списках Интерпола. Нет, был уже. Но потом как-то Спартак это все... Нет, я не увидел. Вообще это все, я думаю, что это не правда. Спартак вообще может многое, скорее всего, но только не влиять на списки Интерпола. Не-не-не, ну просто я знаю то, что вот была какая-то... Почему вообще началась история с тем, что он не выезжал? Да-да-да. То есть этому делу же уже очень много лет, еще до того, как он приехал в Россию. Оно началось еще, когда он был в Голландии. Да-да. Соответственно, трансфер Спартак стал возможен, в принципе, из-за этого дела. Потому что если бы нет, он бы спокойно себе играл где-нибудь в Голландии и кайфовал. Слушай, ну давай так, давай подведем итог. Мы все-таки не суд. Я думаю, что больше он в ближайшие там долгие годы, если он не захочет сидеть в тюрьме, он останется в России. Вообще будет не выездной. Ну то есть он не выйдет никуда, где есть юриспруденция вот этого европейского права. Ну подожди, тут другое дело. Уткин, Василий Уткин, еще до вот этого вынесения приговора говорил про то, что, ну, Квинси не должен играть за Спартак, пока идет разбирательство. И, соответственно, сейчас уже вынесено один приговор, понятно, что он, скорее всего, будет обжалован, там будет долгая апелляция и все такое. Но вот твоя позиция. Слушай, ну не знаю, не могу, не могу я, у меня нет четкой позиции, потому что вроде бы, как бы, знаешь, это такая же история, как у Влута из Урала. Вроде бы есть уголовка и как бы человек должен нести какое-то наказание. С другой стороны, ну не знаю, мы же всегда пытаемся что-то оправдать, да, там, что может это не так было, там, может быть это не все. Что, типа, он, не знаю, я даже не могу, я не знаю, что бы я делал, будучи работником Спартака. Где приходит лидер команды, который просит у тебя защиты в данной ситуации, понимаешь? То есть понятно, что он негласно просит у Спартака защиты. Я даже тут вопрос, я не уверен, что тут вопрос чисто правовой, скорее всего, человеческий. Конечно, если закон, конечно, его надо выдать, по идее, да, там, пускай он идет, там, своими адвокатами доказывает свою правоту или нет, разбирается. А с другой стороны, мы понимаем, что как только он пересечет границу РФ и попадет там какой-то там европейское правовое, он все, он больше все, он закончился. Ну, то есть ему сейчас... Закроют? Ну, закроют точно, еще и впаяют, соответственно, вот это дело, которое более большое, чем маленькое. Я думаю, пока они быстро-быстро свояли это дело, которое на 18 месяцев, только для того, чтобы его заблокировать, ввести его в списке. Ну, знаешь, вот я уже с утречка почитал зенитовские телеграм-каналы, и они очень золорадствуют. Ну, понятно, естественно. И говорят, ну, все, выгоняйте, у вас преступник, надо, надо. Не, ну, понятно, послушай, ну, зенит будет все так вести, была бы ситуация в зените такая похожая, например, ну, и спартаковские паблики писали бы то же самое. Ну, смотри, у него контракт до конца 24-го, ну, точнее, до лета 24-го года. Да, год еще, да. То есть еще год, сезон. И что дальше делать? Ну, я думаю, слушай, Сев, я не знаю, там, понимаешь, какая... Ну, я думаю, что еще на год ему точно продлят, как он играет, пока, пока как он играет. Ну, не знаю, слушай, у него в России есть какой-то бизнес уже, не знаю. То есть сейчас на секунду, на сегодняшний день мы видим, что он не собирается пока уезжать из России, да, там даже в отпуск. Я имею в виду, не то, что он там навсегда, даже в отпуск. Поэтому, честно, я не хотел бы, знаешь, это такой вопрос, как бы не связанный со спортом напрямую. Я бы не хотел давать тут никаких рекомендаций. Давайте его выдадим, например, или давайте пока его, хотя бы, по крайней мере, отстранить его, пока идет там уголовное разбирательство. Пусть адвокаты разбираются. Не знаю, не могу сказать. Не хотел бы свои оценки давать по такому вопросу. А партнером этого выпуска является компания Фонбет с закрепленным комментарией. Ссылка на регистрацию по промокоду БРО. Получайте фрибетов 2000. Играйте, но не увлекайтесь. Сева, скажи, а на Медиалигу ставки можно ставить? Кстати, на Медиалигу нет, но один из букмекеров начал принимать ставки на МКС. И все очень сильно запереживали, что сейчас начнутся договорники. Ну, сейчас все равно, сейчас есть отборочные матчи, поэтому есть куда поставить. Помимо промеса, ну, кстати, мне кажется, эта история будет взаимосвязана, потому что мы понимаем, как нынешнее руководство смотрело на ситуацию с промесом. Но мы не до конца знаем, как новое будет руководство смотреть на эту историю. А ты видишь новое руководство какое-то? Это не будет нового, нет? Никого не будет нового. Нет, смотри. Все это будут те же люди. Смотри, смотри, давай введем в курс дела. Да. Формально еще ничего не произошло. Нет, почему? Формально произошло. Нет, формально еще ничего не объявили. Но, по сути, все уже знают, что Мележиков, генеральный директор, покидает клуб. Нет, покидает пост, давай так. Покидает пост. Он пока пошел, вот смотри, здесь в тем-то и дело, что запутанная ситуация происходит в том, что некоторые паблики выдают, что якобы он может уйти из клуба, остаться в системе Лукойла. Или, ну, странная ситуация в том, что вообще это произошло сейчас, да, как бы. Но то, что это произойдет, об этом, по-моему, еще начиная с зимы начали говорить, о том, что роль Олега Малышева в клубе с каждым днем усиливается. Олег Малышев – это член совета директоров, человек из Прайс-Ватерхаус, который непосредственно в структуре Лукойла не работает. Он как бы привлеченная фигура из Прайс-Ватерхаус. Он с 19-го года, по-моему, в Прайс-Ватерхаус оценивал какие-то спортивные риски, как бы, для страховки. Ну, то есть, вроде бы, как бы, человек из мира что-то в спорте понимает. И то, что с зимы у него позиции начали усиливаться, и поэтому каждый день, начиная с зимы, там, каждый месяц, говорили... Ты же помнишь, сколько раз писали, что Милежикова провожали в отпуск? Конфликт с Эшвордом и что? Ну, да. Слушай, конфликт, на самом деле, у них был. Ну, какой конфликт? Ну, знаешь, насколько я знаю, там была ситуация в том, что Милежику не нравились методы работы Эшворда, и он его заставлял работать иначе. Эшворду не нравилось то, что его заставляют работать иначе, и на фоне этого, как бы, были разногласия. Смотри, я думаю, что вообще не совсем так. Но если это вообще, ты думаешь, что это кому-то интересно? Ну, сейчас уже в меньшей степени. Ну, да. Ну, просто вопрос состоит в том, что Милежиков, как генеральный директор клуба, он непосредственно фамилиями игроков не занимался. Фамилиями. То есть он там выбирал тренер, как бы, и тренер назначал игроков. Милежиков мог просто следить за, как проходит трансфер. Ну, бумажки. То есть он здесь мог создавать проблемы для Эшворда. Деньги, бумаги. Деньги, проход, через кого делать, сколько посредников, попытаться выбить посредников по дороге. Скорее всего, там Полу это не нравилось, например. Наверное. Наверное. Потому что, судя по всему, если Полу остается, Милежиков убирает, значит, то партия... А Полу остается? Ну, пока, по крайней мере, ничего не объявляет. Ну, простые слухи и про это тоже были, что Полу тоже убивает. Ну, пока, по крайней мере, ничего не объявляет. Слушай, ты знаешь, ну, это вообще в духе Спартака. В начале межсезонья, когда надо заниматься трансферами, они убирают все структуры, занимаются сейчас вот этим... Это и есть спартаковский бой. И здесь, Сев, знаешь, эта ситуация важна для болельщиков Спартака. Знаешь, в каком контексте? Что это была проблема не Федуне, а Лукоиле. Вот, да. Оказывается, не Федун. Да нет, не Лукоиле просто. Это система управления Лукоиле. Ну, подожди, ну, подожди. Система управления Лукоиле... Ну, не-не-не, мне кажется, ты тоже не прав. Прав, прав, Сев, точно. Я очень глубоко изучил вот этот вопрос конфронтации вообще откуда. Ну, как может быть, что каждый раз, из раза в раз, именно в системе Лукоил происходит... Ну, а теперь не только в Лукоиле. Теперь эта болезнь перешла на все госструктуры, где обязательно создаются в одном структуре противоборствующие группировки. То есть одна группировка, допустим, с одним набором каких-то там своих полномочий, другая с другими, и они постоянно борются, как будто бы у них нет общей цели, понимаешь? И поэтому здесь-то вот сейчас все стало на свои места. Что Мележиков, который просто хотел четкости понимания, он хотел следить, как проходит трансфер. Почему, допустим, почему такая сумма, а не другая? Хотел как бы это тоже знать. В какой-то момент, по всей видимости, стал... Ну, я не уверен, что Олегу Малышеву, например, нужно на этом какой-то бизнес делать. Просто его люди доносили, что им мешают делать трансфер. И знаешь, первый звонок был, когда... Я просто это не говорил ни разу, но первый звонок был тогда, когда Медину... Вот ты помнишь, что разговор про Медину возник? Разговор возник про Медину, и попросили не заниматься вообще этим вопросом Мележикова. Типа, что вообще не лезь. То есть там каким-то образом там, хотя у него нету отступных у Медины, с агентами Медины переговорили. Вроде бы он был не против, потому что увеличение зарплаты. И Мележикова отодвинули. И тогда я уже для себя подумал, что это начало конца. Ну, потому что ты как бы знаешь... Ну, это когда был? Это было два месяца назад. А ты мне можешь вообще объяснить природу этого трансфера? Да. Объясни. Это когда то, что очень сильно на поверхности ты берешь. Ты не можешь в глубину залезть. Нет, но все равно ЦСК «Спартак» это редкость. Да, но есть, условно, есть понимание, допустим, у Эшфорда есть две сделки с «Ультима Спорт». «Дуарта» и «Товарыш». То есть у них сложились, по всей видимости, неплохие отношения. Дальше что начинается? Дальше начинается вопрос, как уговорить... Я все время забываю этого агента, который у Абаскаля. Потому что без мнения Абаскаля сегодня нет трансфера в «Спартаке». То есть Абаскаль должен сказать, что да, мне этот игрок нужен. Они договариваются начинать тройную поиск. Там, допустим, спортивный директор, его группа агентов, с которыми удобно ему. То есть это «Ультима». И, конечно, самое очевидное – это братьев игроков. И поэтому получается такая история. То есть как бы Медина был на виду. Они же повезли этого в Аргентину, Бразилию. Эшфорда. Ну вот когда в мае, по-моему, да? И он, видать, там ничего на поверхности не нашел, которое быстро бы одобрило. А здесь вроде бы он показывает. Смотрите, Медина, второе место, обладатель кубка. Как бы он играет. Нам эта позиция очень сильно нужна. Давайте попробуем его купить. А ты веришь, что это реализуемая история или уже нет? Медина? Да. Ну, смотря за какие деньги. Ты же понимаешь, что вопрос денег. Медина достался в «ССК» бесплатно. Может его продать? Ну, он им достался бесплатно. Я не знаю, за какие-то деньги даже может. Ну, а что он же не игрок, который там… Это же не Дивеева история, понимаешь? Это история иностранца, который, допустим, выражит желание перехода или там начнет ныть, что ему денег мало. Ну, гипотетические возможности, за каким-нибудь там, я не знаю, 5 миллионов плюс, наверное, наверняка там они… Ну, чисто гипотетически могли бы его продать. Мне кажется, что в этом не было бы никакого такого, знаешь, сверх… Ну, просто это… Я говорю, что «Спартаку»… Надо ли Медина просто вопрос «Спартаку»? У «Спартака» опять как не было, так и нет центральных защитников, и нет опорного. Купить сейчас «Медину»… Ну, это я не знаю, нужно ли просто это… Выкинуть деньги на это. Смотри, давай просто вот за финалем, прежде чем будем говорить про трансферы, «Спартака». Что там будет? То есть, как ты видишь структуру управления клуба в начале этого сезона? Смотри, я думаю, что будет Олег Малышев в роли там… Ну, я не знаю, как он себя назовет, как бы, но пускай генеральный директор. Главный человек. Главный человек как генеральный директор. То есть, у них будет совет директоров «Лукоила», который там глобально политику принимает. Следующее будет звено, вот это Олег Малышев. Я тебе больше скажу. Помнишь, какой-то момент появился Власов в «Спартаке»? Люди из «ФД Капитала». Это где-то, по-моему, два или три года назад. Появилась прямо серия людей новых, пришла из «ФД Капитала». Тогда уже предлагали пост Олегу Малышеву занять генерального директора. Федун еще был. То есть, еще был Федун. Это парень, я не знаю вообще, как он выглядит, но вот за последние полгода он стал усиливаться. И понятно было, что он неспроста, он там эти совещания проводит в клубе, начал с какими-то там блогерами общаться, с какими-то журналистами, якобы начал общаться. То есть, он, как бы, я думаю, готовил себя на этот пост. Поэтому и будет какой-то исполнительный директор. Ну, кто-то должен же работать, бумажки перекладывая. Ну, а вот условно, почему они не захотели Милежикова на эту роль сохранить? А ты уверен, что хочет Милежикова что-то? Ну, слушай, опять же, ты же понимаешь, что какие-то слухи мы собираем. Мы не сидели в кабинете. Я говорю, что не очень дружеские отношения сложились у Милежикова и Малышева. То есть, это не были там соратники-друзья, за этот год они не стали. Соответственно, поэтому, как бы, добрался, если там Малышев до этого руководящего поста, ему нужен более удобоваримый человек, который будет выполнять его там какие-то там задания. И поэтому возникла кандидатура Андреева, Вадима Андреева. Это вообще фантастика. Почему? Ну, для меня это такой бред, ну, потому что, как можно брать человека, который еле-еле выполз из стыков? Сев, ты смотри, ты его, ты берешь же человека, ты, смотри, вот, подожди. Мы с тобой эту тему обсуждали в день, когда эта информация возникла. Я не смог тебя убедить, что ты функции спортивного результата вешаешь на Андреева. Нет, окей. Он не занимается спортом. Это ты вешай на спортивного директора Корниленко и на главного тренера. Нет, расскажи мне тогда, что он сделал. Слушай, я не знаю, я не знаю, что он сделал. Потому что я никогда не знаю, что делает генеральный директор. Потому что это вообще мне неинтересно. Отчеты, которые он составляет, план работ, вмещается ли он в бюджет клуба, все ли там подано, как он ведет себя на собрании клубов, которые он посещает. Я этого не знаю, мне это неинтересно. Мы с тобой тогда, когда разговаривали об этом просто лично, мы подумали о том, что, ну, наверное, это как-то человек, которого... Эйшварда. Я думаю, это так и есть, Сев. Ну, так и есть. Они оба в Латвии. Они друг друга знают там много лет. Потом Андреев там не с Луны упал. Его же отец там в футболе много лет. Я думаю, что он его когда-то подвел к Малыша, вот скорее всего. Ну, то есть, как бы познакомил, может быть. И почему нет? Ну, то есть, когда я задаю вопрос людям. Вот, допустим, если какая фигура, назначенная на пост исполнительного директора, вас не возбудит, что вы сказали, что болельщики Спартака имеют в виду, что вот вы против этого, что это пиздец какой-то. Понимаешь? Нету такой фигуры, которая бы однозначно была назначена. Она может быть условно-условно и из ДФ Капитала. Это вообще не футбольный человек опять. Она может быть опять же из Прайс-Вотерхауса, не футбольный человек. Или какой-то там бухгалтер из Лукоила придет, который просто финансы подписывает. Опять эта фамилия будет на уны. Здесь, грубо говоря, человек пришел из футбола. Какая разница? Еще раз говорю, что я не знаю Вадима Андреева. И у меня нет с ним... Сейчас опять эти зрители начнут писать, что ты говоришь про Андреева, какие-то трансферы. Я вообще его не знаю. Я не знаю, кто это. Нет, видишь, еще есть тема в том, что я точно вижу, что люди путают. Что Вадим Андреев это генеральный директор, Крыльев это управленец. Есть Павел Андреев это... Ну агент, да-да. Я думаю, что может быть путают. Да. Ну потому что, например, какие на ум приходят кандидаты, которые были генеральными директорами? Которые бы, например, бы... Ну вот Маслова, если взяли бы, например. Спартак. Тебе легче было бы? А я не болеющий Спартака, но я бы тоже... Ну вот если пришел... А, окей, хорошо. Я бы очень удивился. Я забываю его фамилию. Савин. Из Торпедо. Вот пришел бы такой тип в генеральный директором Спартака. Ты был бы счастлив? Я думаю, ты был бы счастлив. Потому что тебе было бы о чем говорить примерно еще год. Ну да. Ну хорошо. Я найду о чем говорить еще год. Поэтому здесь, послушай, в роли исполнительного директора абсолютно не публичная должна быть. И вообще нам с тобой там условно или там всем, кто вообще болеет за футбол, вообще она безразлична. Это человек, который выполняет ежедневную кропотливую там бумажную работу. Да и пофиг, кто он такой. В целом, я понял. Прикольный чел. Порвал кресты. Да. Товарищ. Что теперь делать? Они будут искать замену? Ну да, да. Они будут искать, я думаю. Ну никак и не было крайнего защитника нормального. Ну то есть справа все равно у них как бы была дыра. Ну думаю, это будут. Да, думаю. Послушай, у товарища сколько? За третий год, по-моему, вторые кресты. Ну у него кресты на другой ноге. На другой ноге. Но это все равно, знаешь, он сейчас месяца восемь пропустит. Ну шесть. Ну короче, до зимы. Да. До весны его нету. По сути, да. Сможет ли с Классиным условно и с Хлусевичем команда выйти из этой ситуации? Слушай, у одной команды на сегодняшний день получилось четыре крайних защитника. По два на каждую позицию у Локомотива. С покупкой Самочникова. А у этих вообще теперь получается там профильных ни одного. Ну вот как это вообще, нету объяснений. Ну будут покупать. И еще там я слышал, что Николич хотел в аренду взять Шамара. Николич в... В Аль-Шабаб, да. Николич хотел. Хотел, да. И там типа даже якобы они с Эйшвардом переговаривали, и Спартак отказал его в аренду отдавать, только продавать. А что, там нельзя как-нибудь писать типа арендов с обязательным выкупом? Слушай, ну смотри, Николич идет туда на год же пока подписал контракт. Скорее всего на такие обязательства... Потом в Динамо. Ты думаешь? Ты думаешь личка не доработает? Ну я думаю, что будут точно сватать, а там уже как пойдет. Слушай, ну это будет очень смешно, если он третий заход попробует Динамо делать. Это правда будет смешно. Ну, по крайней мере, Спартак пока стоит на... Как у них были проблемные позиции, да, так они и остались. Ну то есть товарищ это очень плохо, но у них теперь нужен крайний защитник, центральный защитник, опорный. И теперь еще, как мы видим, один нападающий. Если они все-таки решили от Шамара избавляться, нужен еще один нападающий. И еще непонятная ситуация по Бальде. Типа думаешь уйдет? Ну говорят так, что может уйти. И что типа не очень доволен Абаскалем в общем и целом, хотел бы на эту позицию игрока посильнее. Ну, по стабильнее. Притом то, что в принципе Абаскаль его и привел. Ну да, привел, наверное. Ну, Абаскаль его привел, это точно не наверное. Но сейчас вроде бы как-то чуть-чуть вроде разочаровался. Какие-то ему ищут варианты. Ну, я знаешь, что слышал, то, что там Абаскаль, он очень такой строгий чел. Да. Тот прикольный чел, а этот строгий чел. А это строгий чел. И ему не нравится, когда идет даже малейшая расконцентрация на тренировках. А у Бальде это регулярно. Постоянно. Он такой что-то веселенький такой, весь бегает. Ну да, скорее всего, скорее всего, ментально не его человек. И у него даже были с ним такие разговоры серьезные. Ну и это одна из причин, почему он не играет. Потому что ему не нравится, когда человек теряет концентрацию, когда он вносит какой-то там, такой небольшой балаган. Слушай, ну доходят слухи, как он умеет хорошо отдыхать, поэтому... Да, я видел. Видел-то, да. Ну вот. Поэтому, скорее всего, что Абаскаль это раздражает. Наверняка это и до него доходит. Мы тут месяца два, по-моему, говорили, что ну все, Коваленко в Локомотиве это уже все завершенный трасс. Да. И тут вжух, и все переиграл. Да. Ну, смотри, до конца пока не переиграл. Не, ну, подожди, ну мы же знаем, что так будет. Ну, скорее всего, скорее всего. Я думаю, что... Ну, слушай, мы немножко просто, опять же, как обычно, мы не учли, что здесь немножко все-таки неспортивный фактор заработал. Админресурс. Админресурс, да. Ну, то, что все, смотри, Коваленко, как игрок чертановский, как близкий там и к Поляцкину, и к Андрееву должен был быть в Локомотиве. Да, да. Потому что там собирается... И вроде бы они его сильно хотели. Там собирается новая вот эта, по сути, новая... Новая Самара. Новая Самара, да. Самара 2-0 или как это называется, да? Да, у Совершенского Самара. Главное, чтобы закончили не так же, конечно. Ну, да. Было очевидно, что как один из самых талантливых игроков Коваленко будет там. Да. Ну, видишь, как, по всей видимости... Ну, тут вдруг какой-то был звоночек, видимо, из Газпрома. И игроков игрался... Я думаю, что легко это себе представить, что футболист, который принадлежит Сочи, в первую очередь поет Зенит. Если надо, это Зениту. Ну, просто видишь, как мы, опять же, мы обсуждали это в плане спорта, а по всей видимости на последней этапе вмешался не совсем спорт. Я просто не знаю эти слухи, которые доходят про Кузяева. Мы в это верим или не верим, что он хочет уйти все время? Ну, и что в этом сезоне для него это как бы первоочередная задача уехать. Нет, у него контракт закончился. Да, 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 это я знаю. Соответственно, если он до сих пор не продлен, явно он будет пытаться уйти. Ну, вот. Ну, как бы, тогда получается, что им нужен игрок в эту позицию. Коваленко, как бы, самая очевидная история, потому что молодой парень, там, Дефирамбов поет миллион. И, ну, и как бы, что он туда может пойти, это, как бы, очевидная история. Ну, слушай. Слушай, ну, вот с другой стороны, вот эта тема с локомотивом, это же тоже не совсем спортивная. Ну, то есть, мы же понимаем, что... А какая спортивная сезона? В какой команде должен оказываться локомотив Коваленко по спортивной составляющей? Ни в какой. Пока должен играть в Самаре. Ну, в Сочи. Ну, или в Сочи, например, да. Ну, вообще, для него идеально было бы еще год остаться с тренером, который, ну, там, его знает и понимает. И еще больше его раскрутит. И накрутит ему больше еще положительных моментов. Потому что парень пока только перспективный. Пока там сказать, что он придет с «Зенит» и там станет лидером команды, мы точно не можем. Согласен? Ну, смотри. Если останется Бариос, то... Ну, я не знаю, как они там собираются выставлять там команду. Это проблема Симака там, например. Ну, и то, что Симак хочет купить там 50 игроков, тоже об этом, да, легенды ходят. Ну, будет ли он там играть? Не превратится ли он опять в Бакаева еще одного, или там в Адамова? Ну, Бакаев все-таки приходил уже взрослым футболистом, который должен был играть в основе. А это молодой перспективный... Ну, он тоже хочет играть в основе. Ну, ходит слухи, что он вообще не хочет ехать в Питер. Ну, я тоже такое слышал. Ну, во-первых, его спрашивать никто не будет, я думаю. Там пока что его мнение не всем интересно. Ну, я не знаю, как так может работать. Сев, ну, подожди. Ну, почему ты не удивляешься, например, вот я говорю, что мы всегда свое очень как бы принижаем. Да, принижаем. Слушай, в НХЛ вообще люди меняют без спроса, или там в НБА. Там такой регламент. А здесь какой регламент? В Сочи, Сочи, ну, нет вообще. Ну, там наверняка у него в Казахстане. Нет, он может, он может встать в позу и сказать, что я не хочу в Зенит. Но ему тогда предложат какой размен? Играть в Сочи. Тогда Борис Романович его позовет, скажет, слушай, это мне приятно, что ты так сильно болеешь за Сочи, что ты коренной сочинец. И будешь играть тогда за Сочи. И вот тебе будет выбор, какой тебе выбор. Или остаться в Сочи, или поехать в Зенит. Вот тебе будет. И вот не будет за такого. Скажет, мальчик, ты вообще где хочешь играть? Он скажет, я хочу играть в Реал Мадрид. Поэтому куда скажет ему, туда он и пойдет. Не, ну, смотри, когда есть отступные. Во-первых, я не знаю, есть ли у него в Сочи отступные. Ну, все говорят, что есть. Ну, допустим, хорошо. Ну, странно было бы у игрока Андреева, не было бы отступных. Окей, хорошо, есть отступные. А ты думаешь вообще, вот ты себя как представляешь? То есть админресурса Зенита хватает, чтобы нагнуть Сочи, и не хватает, чтобы нагнуть Павла Андреева? Ты так себе это представляешь? Я думаю, что даже не включая 10% своего ресурса, агента Павла Андреева убедят, куда должен пойти футболист. Но с Пеняевым уже не убедили. А я не уверен, что там была такая задача. Ну, сам Аршавин говорил, что они хотели. Стоп, Аршавин говорил, что мы им интересовались. Была выкатена, ну, мы приблизительно понимали, какая будет цена, и Зенит раздражала эта сумма агентской, которую надо было платить. И, во-первых, во-вторых, это Аршавин говорил свою позицию. Андрей говорил, что, типа, мне нравится Пеняев, и в принципе... Но Зенит не так нуждался в позиции Пеняева, что я думаю, что если был бы им нужен Пеняев сильно, они бы его взяли. Даже сейчас. В любую, вообще всегда, когда захотели бы. Ну, то есть, я говорю, что... Ну, если мы говорим все время, ресурс Зенита, ресурс Зенита, мы его сами накручиваем, выдумываем. Ну, как ты думаешь, что Зенита не хватило бы ресурса, Андреева переубедить? Нет, ну, как мы выдумываем, если есть конкретная история с Кузяевым? Что за конкретная история? Ну, как он не смог прийти в локомотив? Опять, смотри, Сев, это опять наши домыслы? Ну, как домыслы? Мы на эту тему говорили тогда, что было бы, если Кикнадзе сказал бы, да мне пофиг, что мне позвонил Зенит, взял бы его и подписал. Да нет, подожди, Кикнадзе уже позвонили из РЖД. Ну, да, да, но что было бы, если бы он его подписал? Наверное, его бы уволили, как минимум. Ну, наверное, наверное, бы. Наверное, бы. Подожди, ну, когда тебе твой генеральный партнер, главный спонсор и, по сути, Ель. А он бы сказал бы, слушайте, Кузяев хочет к нам любой ценой, парень не хочет никуда идти, мы хотим его подписать. Что бы дальше было бы? Ну, подожди, это вопрос там к смелости Кикнадзе. Так, а вопрос о том, что мы не знаем... Тут просто еще другая тема, что, в принципе, нормально ли такое, когда тебе звонят? Да? Да нет. Ну, почему нет? Нет, ну, окей, это было бы нормально, если бы тебе позвонил Симак и сказал, блин, я очень его хочу, пожалуйста, отпусти его ко мне. А тебе звонят из Газпрома, но это ненормально. Ну, давай, давай, на секундочку, даже вот, учитывая, что мы там часто фантазируем, ну, ты как себе представляешь? То есть, там, зам Миллера звонит, условно, там, или сам Миллер звонит Белозерову, ты думаешь? Думаю, вот так. Я не верю в такие звонки, честно. Я думаю, что, может быть, там, председатель горковой партии, там, я не знаю, в СССР такой звонок, чисто теоретически, по комсомольской линии, там, или по линии партии мог бы быть. Я не верю сейчас, что нету других дел у Миллера, чем звонить Белозерову по какому-то футболисту Кузяеву. Я думаю, там, на уровне менеджеров, как кто-то кому-то позвонил и скажет, что, скорее всего, будет кто-то недоволен этим транспортом. Но такие звонки невозможны без санкций высшего руководства. Сева, и очень даже возможно, поверь, что люди, которые хотят лизнуть, они всегда спешат что-то где-то проложить и сказать, что напугать шеф, будет недоволен. На самом деле, мы не знаем, что было бы. Поэтому это в сослагательном направлении, что было бы, если тогда Кузяев... Что будет сейчас, если Коваленко, например, там, скажет, я не хочу в «Зенит». Вот что будет, если у парня хватит яиц, скажет, слушайте, я не пойду в «Зенит». Что будет дальше? Ну, его что, убьют или что, его с футбола, что ли, выгонят? Нет. Через год эта ситуация разбойится, но будет играть в «Сочи». Но с другой стороны, слушай, ну это тоже неправильно, если футболист приходит и говорит, слушайте, я хочу играть в «Локомотиве». Ну, так тоже не может быть. Слушай, ну сейчас это «Сочи» скажет, хочешь играть в «Локомотиве», а мы тебе не продаем. Ну, а тогда зачем? Почему «Локомотив» тогда не лезет в эту сделку? Если там есть отступные, все довольны. Ссориться не хочет? Ну, может быть. Ну, все, если, значит, Коваленко не такой игрок, за которого надо ссориться. Тогда пусть идет, играет в «Зените». Окей. Еще одна история про «Зенит» – это Дивеев. Иван Карпов написал то, что «Зенит» предлагал просто какие-то баснословные деньги Дивееву за подписание контракта. «Зенит» Дивееву. Но Дивеев в итоге выбрал ЦСКА, потому что… Слушай, я про эту историю, как бы получилось, погрузился случайно, абсолютно там, последнюю неделю. Вкратце, если это кому-то интересно, уже постфактум расскажу. А вообще «Зенит» не рассматривался. То есть, смотри, есть группа людей, которые стоят за Дивеевым. Агенты. Агенты, да. Ну, по-моему, они всем известны. Олег Еремин и Шамиль Газизов. Газизов – его агент? Газизов как бы ввел его всю жизнь, там, этого парня. Ну, у Газизова было что-то типа 20%, да? По-моему, 30%. Было – нет. Сначала в том-то и дело, что фишка в том, что эти проценты были у ФК УФА. Это не было у личного Шамиля Газизова. Но Газизов, который был совладелец там УФА, как бы там генеральным директором и, видать, планировал всю свою жизнь с УФА, держал эти проценты, как бы, на случай перепродажи. Когда сейчас стал вопрос, ЦСКА говорит, ну, а мы же его не перепродаем, соответственно, никому платить мы ничего не должны, агентские. Ну, как бы, если мы его будем продавать, то мы, конечно, вам заплатим. И началась там тяжба, чтобы переписать эти проценты на агента или на Газизова, на лично, убрать их из УФА, которая там во вторую лигу вылетела. И поэтому была тяжба, там, понятно, еще год контракта у парня. Его же сейчас там невозможно было бы, и Зенит не платил бы бешеные деньги. Ну, там все сыграло, насколько я знаю, насколько я знаю, не знаю, может, там Карпов или Корчной меня опровергнет. Когда парню сказали, что твои агенты просят 200 миллионов рублей, то у парня чуть-чуть там переосознание прошло, и он сказал, нет, я хочу остаться в ЦСКА. И в итоге, по-моему, там 100-120 миллионов заплатили агентам. И он подписал трехлетний контракт новый. Или сколько? Четырех. Но в целом это норм, как ты считаешь, когда Дивееву дают зарплату, ну, по меньшей мере, полтора миллиона. 1,8. 1,8. Как это может быть в нынешних реалиях? Можешь мне объяснить? Сев, я знаю твою борьбу. А какая зарплата в нынешних реалиях? Ну, то есть, какую надо установить зарплату в нынешних реалиях? Это должны все 16 клубов стать и внести подалог зарплат. Это уже какие-то, ну, выжимают какие-то последние сливки, знаешь, так усиленно, что... Слушай, я не могу там сказать, понимаешь, опять же, у клуба ЦСКА есть какой-то бюджет, плюс вот сейчас стали эти телевизионные деньги какие-то незапланированные, которых раньше вообще не было. Которые тоже не рыночные, кстати. Ну, они точно не рыночные, но они существуют. Но букмекерские деньги рыночные. Ну, скорее... Потому что, насколько сейчас известно, там, я не знаю, хоть у нас и партнер букмекерской компании, но, конечно, нам никто не погружает цифры, и мы не знаем реальные цифры, но говорят, что в этом году рынок ставок на чемпионат России был, ну, нормальный, хороший. То есть, как бы, это рыночный продукт для букмекеров. Для телевизионщиков, ну, однозначно, это не букмекерский продукт. Ну, вот, как ты говоришь, государственная структура помогает, выделяет деньги, как бы клубы более-менее стали. Ну, и, соответственно, получились допники деньги на, скорее всего, на трансфер или на увеличение зарплаты. Ну, я вот просто хочу от тебя понять. Ты понимаешь, что ты требуешь? Нет, я хочу... Я тебе могу объяснить. Давай. Я хочу, чтобы клубы пришли к адекватному распределению своих денег. Зарплата человека – это то, сколько он приносит фирме. Да. То есть, он должен хотя бы столько приносить. А если сложить себе зарплатные фонды клуба, любого российского топ-клуба, то мы получим такую цифру, которую клуб не зарабатывает. Не зарабатывает. Он их может получать... Ну, и никогда не зарабатывал. Даже два года назад, когда были участия в Еврокубке, никогда не зарабатывали. Он их может получать как-то дозационно, там, с региона, с каких-то госкомпаний. Это ненормально. Тем более, в нынешних реалиях, когда нет не Еврокубка, когда уровень чемпионата падает, когда русские игроки, ну, откровенно, никому не нужны в Европе. Ну, это ненормально, что такое происходит. Семь, ну, смотри, ты знаешь, что хочешь сделать? Вот, то есть, ты вот предлагаешь такой вопрос. Давайте на уровне правительства, там, примем закон. Да. Допустим, там, 1 июля мы останавливаем вообще все существующие контракты. Все. И, допустим, вводим подалог зарплат, там, к примеру, там, до миллиона рублей. Не, я... Потому что иначе ты будешь выходить за рамки этого миллиарда, который ты зарабатываешь. Я другое предлагаю. Чтобы государство сказало, что любая госкорпорация или связанная с государством, ну, например, Газпром. Да. Она же, ну, формально не госкорпорация. Формально, да, о. Ну, вот. Вот, любая корпорация, которая, там, связана с недрами и так далее, вообще любая, Лукойл, Газпром, все остальные. Ну, подожди, а почему ты Лукойл в этот список будешь? Ну, потому что все равно они... Ну, это частная компания. Ну, да, но только они на чем зарабатывают? Ну, подожди, Сев, ну, тогда ты хочешь... Ну, это вообще... Нет, я просто тебе хочу объяснить, то, что все эти государственные компании имеют право выделять на вот такие клубы, именно там... Давай я тебе... Выдожди, мы не берем... Я понял, все. Мы не берем детские... Я понял, подожди, послушай. Я не против того, чтобы выделяли огромные деньги на детские академии, строительство стадионов, манежи и так далее. Ты не хочешь, чтобы на зарплаты... Я не хочу, чтобы на вот эти зарплаты и какие-то, ну, немыслимые затраты уходили огромные деньги. Ну, то есть должен быть мид, а государство... Хорошо, а Галицкий может тратить свои деньги? Галицкий может. Ну, Галицкий... Галицкий может тратить свои деньги? Может, может. Почему? Ну, я тебе сейчас объясню, почему. Потому что, когда весь рынок уравняется, Галицкий тоже не будет тратить такие деньги. Не, не такие, любые, какие-нибудь тысячи долларов может потратить? Может, сколько хочет. А Миллер может? Свои личные? Да. Уже спорно. Ну, подожди, почему? Ну, почему? То есть, смотри... Потому что Миллер действующий... Давай так, вот посмотри. Есть компания Майкрософт. Миллер действующий менеджер государственной... Ну, не государственной, но Газпрома. Ну, опять же, видишь, ты путаешь понятия госкорпорации. Просто корпорации, которые... Если кто-то из Росвооружения потратил деньги, наверное, было бы проблема. Нет, по сути, корпорации, которые зарабатывают на государственных недрах... Да. Ну, это все равно госкорпорация, как бы она ни называлась, и как бы она ни была оформлена на бумагу. Смотри, для России это очень запутанный вопрос. Мы специально же, как только началось это, мы очень долго в этом разбирались. Ты же понимаешь, вот та же история с Галинским. Вот когда он хотел, он же хотел вот всем парням дать более-менее адекватные зарплаты, когда был Шапи, Игнатьев и Сафонов и Утки. Так. Там начались выкручивания рук. Чьих? Галинскому выкручивали руки. Кто выкручивал руки? Агент Агузаров. Агент Агузаров? Потому что у него были предложения от других клубов. Ну, подожди. Послушай, потому что он говорил, а почему если в других клубах платят вот такие, вы мне нам платите вот такие. И у Галинского нет выбора. И ему приходится давать эти большие зарплаты. Давайте я расскажу одну легенду. Сейчас этот клуб не очень популярен в России, но была такая раньше команда «Динамо Киев», которая первая стала частная команда. И где там Суркис, там тоже как бы чиновник один брат, второй брат, типа был как бы спортивный директор. Они всегда подписывали пятилетний контракт. Пятилетний контракт. По их пути пошел Галинский, подписывая пятилетний контракт. И когда ты проходил три года, когда у тебя еще два года оставалось до окончания контракта, ты мог поставить раком футболиста и переподписать моего пятилетний контракт. Или ты ему говорил, или ты будешь два года бегать по кругу. Я рискну этими деньгами, потому что я богатый, а ты все-таки один отдельно взятый футболист. И как миленький все подписывали пятилетние контракты. Ни один футболист Динамо Киева, который там стоили миллионы, которые дергались, которые в Киеве платили гораздо меньше, чем в Шахтере и в Харьковском Металлисте. Но они дергались, они там выпендривались, плакали, валялись в ногах, но они все равно выходили в майки Динамо Киев. И никуда не делались, пока Киев за дорого их куда-то не продавал. Тогда господин Галицкий должен был следовать этой версии. Если он, допустим, богатый человек, и он хочет поставить свои правила игры, тогда ты подписываешь такие же пятилетние контракты. Ты до трех лет футболиста держишь, дальше у тебя есть селекционный отдел, ты принимаешь решения, и поэтому это все, то, что ты говоришь, это потому что люди все приспособленцы и подстраиваются под правила игры. Вот поверь мне, вот поверь мне просто, конечно, мы это с тобой не увидим, но если вдруг бы сделали в Уравниловку, ты бы все равно увидел, что через год люди начали нарушать правила. Потому что они покупали бы квартиры, машины, то есть это не была бы чистая зарплата. Я понимаю, как это обойти можно, рекламные контракты. Конечно, в НБА, послушай, в НБА, в НБА или в НХЛ, в НБА, где вообще следят за этим очень сурово, все равно они вот с этими рекламными контрактами все обходят. Все, и здесь бы обходили. Просто, понимаешь, вопросов к НБА и к НХЛ нету, потому что они абсолютно... Потому что они зарабатывают. Ну, по всей видимости, у нас всегда так было, Сев, у нас исторически всегда были клубы дотационные. Это же все репортит, ты понимаешь? Ну, у нас всю жизнь в СССР тоже были клубы дотационные. Не знаю, я не уверен. Ну, парни сводят с ума этими зарплатами. Ну, я не уверен, потому что... Ну, подожди, ну, был Зенит там 2007-2008 года, где играли свои ребята. Там не завези они тогда дорогостоящих, даже не так. И мы же много раз там и с Денисовым, и с Аршавиным там по этому вопросу разговаривали. Они же не были против зарплаты Халка и Витцеля тогда. Они просто хотели такие же. А? Они просто хотели такие же. Нет, это все неправда. Их просто обманули. Ну, неважно там. К тому, что ты следуешь своим правилам степ-бай-степ. Ну, слушай, этому Дивиеву же не... Кто-то же предложил эти 1,8. То, соответственно, значит, у него был рынок спроса. То есть мы понимаем, что за границу он не уехал. Мы же понимаем, что он не уехал бы за границу. Но если этот рынок, он выдуманный, ты понимаешь? Выдуманный, но деньги же не выдуманные, деньги же можно пощупать. Я понимаю, что тебе, но ты как агент, ты по-другому смотришь. А я смотрю, как то, как должен развиваться футбол. Села, я уже год вообще не агент и не занимаюсь агентской деятельностью. Тебе пытаюсь доказать. Я занимаюсь только продакшеном, это футбол, брат. Знаешь, у тебя профдеформация. Нет. Просто я говорю, что по этим правилам играть никто не будет в итоге. Это просто обманка, понимаешь? Потому что люди начнут под столом давать деньги. И вообще начнется бардак. Сейчас хотя бы мы, слава богу... Поэтому я и говорю, что государство должно занять жесткую позицию. Мы, слава богу, добились того, что сейчас все клубы прозрачные имеют бухгалтерию. Практически, я не знаю. Но я давно не видел, чтобы какой-то клуб в конверте давал деньги. Ладно, у нас закончился сегмент про зарплату. Давай, хорошо. Теперь перейдем к Аршавину. Давай. Он уходит? Ну, я думаю, что это возможный вариант. Почему? Потому что ему не хочется быть номинальным? Ну, потому что он устал заниматься детьми, я так думаю. Ну, то есть только детьми. Ну, смотри, он давал интервью Нобелю года два назад. Да. И говорил, я еще не готов для спортивного директора. Ну, два года назад, Сев, ну ты представляешь, что такое два года? Ну, то есть он уже готов. У него, типа, амбитация. Ну, вы его внутренне... Мы же не знаем, я не знаю, я же не в голове Аршавина. Но, по всей видимости, когда он видит, что... Слушай, даже люди идут в институт учиться на сколько? На что? На 40 лет? На 4 года идут люди в институт учиться. Он 4 года... Сколько он занимается? По-моему, 3 или 4 года уже. Ну, я не скажу точно. Ну, скорее всего, что он занимается административной работой 3-4 года. Получил какое-то базовое понимание и образование. Отучился в УИФА. Ну, вот, и сейчас, как бы, он понимает, что надо следующий шаг делать. А ему, как бы, опять говорят, подожди. Плюс, когда он даже был, по-моему, у нас в студии, по-моему, он даже намеком сказал, что не все его решения... Да нет, он прямым текстом я сказал. Ну, вот. Когда мы говорили про Бакаева. Ну, я так понимаю, что там другие еще кандидатуры были. Ну, в смысле, другие фамилии были, которые там просто он не захотел называть. Которых он, например, хотел брать или не хотел, чтобы их брали. Поэтому, если он видит, что он там просто Аршавин, потому что он легенда Зенита, ну, он, может, хочет расти и понимает, что функцию там свадебного генерала он выполнять больше не хочет. Скорее всего, так оно и есть. Мне просто, знаешь, кажется еще, что Зениту было очень выгодно... Спикера такого иметь. Да. Конечно, да. Ну, то, что Аршавин, который, ну, один из самых статусных людей в русском футболе... Ну, я думаю, самый статусный. Я думаю, смотри, сочетание спикеров... Спикера и футболиста, я думаю, что он самый статусный спикер в футболе. И когда ты его имеешь у себя на контракте, а человек, он очень критичный. Плюс еще, ты видишь, как он же, будучи на контракте с Зенитом, должен был выступать на канале Газпромедиа, там, на Матч ТВ, соответственно, нести эту линию. И учитывая, что у него там много зрителей, как бы много его слушателей, конечно, как спикер он хороший, но наверняка он хочет что-то больше, чем... А я думаю, что последняя точка кипения была то, что Семак вошел в Совет Управления по трансферам. А Аршавин не вошел. Ну, даже если он там и теоретически есть как советник Илюхина, я думаю, что это мало... Ну, смотри, мы правильно понимаем, что теперь Семак решает вообще все? Да. У него абсолютная власть Зените. Ну, я думаю, что у него есть там... Любой трансфер, любые продления и так далее. Медведев, ну, там, я не знаю, как вот Илюхина и Медведева, я не могу понять вот эту конфигурацию, как они между собой сосуществуют. Но под ними будет теперь Семак, да. И теперь, как бы, грубо говоря, лишнее звено Медведев убрал. Некий трансферный комитет, так называемый. Давай завершим по Зениту. Что-то про Бразилов. Вообще тишина пока. Все утихли. Мне кажется, они уже, походу, никуда не уйдут. Ну, я... Сев, мы все время с тобой, возвращаясь на одну секунду, можно на одну секунду? Возвращаясь с зарплатом, мы же понимаем, что кроме Саудовской Аравии и, допустим, Катара... АПЛ. Не даст ему такие зарплаты АПЛ. Ну, нет, смотри. Ну, хотел бы уже, дал бы, Сев. Похожие могли бы дать. Просто налоги... Да, но хотели бы, дали бы уже, понимаешь? Ну, мы все время не учитываем, что если бы, условно, там, первая восьмерка команд АПЛ хотела бы... Ну, а хочет ли уехать Малком в Англию? Вот ты вообще думаешь, он хочет этого? Не в топовую команду, которая там в Лиге Чемпионов играет, а, условно, там, шестой, десятой, в Тоттенхэм. Поехал бы, ты думаешь? Я не уверен, что вообще ему нужно это Челси. Я не верю, что Малком лежит дома и мечтает. Ну, там, я думаю, Венделл еще хочет вернуться в Лигу Чемпионов. У Малком вообще все хорошо. Ну, слушай, играет 30 матчей в году, вот ты посчитаешь, 6 миллионов, там, по 200 тысяч за мать человек получает. Зачем ему надо потеть? Он здесь вообще, он просто карнавалит и лучший игрок в Чемпионат. С запасом. Я не знаю, это просто миф какой-то, что в каждое трансферное окно его куда-то отправляют. Надо и у него спросить, и хотел бы он уехать где-нибудь, хотя бы это промелькнуло бы, что он там чем-то недоволен. Ну, типа, по разговорам с людьми, которые с ним общаются, он бы хотел уехать. Нет. Я точно знаю, что, а я от его агента знаю, что нет. Ну, нет, мне просто говорили, что он бы хотел уехать, но он бы хотел... Но хотел бы вернуться. Нет, во-первых, в топ-клуб. Во-вторых, гарантии то, что он будет играть. И еще с этой же зарплатой. Ну, наверняка. Ну, все, значит, ответственно, он не хочет никуда ехать. Значит, нет. Значит, нет. А Покузяева что-то думаешь? Он найдет в этот раз? Ну, опять же, что, Турцию? Только Турцию? Я думаю, что только Турцию или Ближний Восток. Ну, слушай, я не верю, что он, допустим, поедет сейчас... Не, ну, может, он Салернитану, теоретически, или какой-нибудь там команда зоны вылета, там, какой-то... Ну, просто, мне кажется, свободным агентом ему сейчас будет проще. Он ехал свободным агентом уже один раз. Он был тогда, после чемпиата мира, когда он был в фаворе, ну, то есть он был в сборной России, он провел хорошие матчи. Ситуация была не такая тяжелая. Ситуация была не такая тяжелая. Ну, ситуация была не такая тяжелая. Точнее, она была вообще нормальная. Да, и он не нашел себе команду нигде. Он не нашел команду даже на 800 тысяч, там, на 600 тысяч чемпиата Испании. С чего сейчас там он стал старше? Ну, я говорю, Турция. Чисто теоретически, это, может быть, Турция, это возможно. Ну, и что, ты бы поехал? Нет, ты про меня говоришь? Я никуда бы не поехал из России. А он пускай решает, я не знаю, там, может быть, ему хочется... Ну, я имею в виду то, что там поехать в Бешикташ, это круче, чем остаться в Зените и тупо тут в своем болоте... Ну, только если тебе очень сильно нужна Лига Чемпионов. Зачем-то? Ну, хочет. Ну, хочет, тогда может поехать. Если для него это опять... Он что, не наигрался с Зенитом в Лиге Чемпионов? А можно наиграться в Лиге Чемпионов? Ну, наверное, все можно... Мне кажется, нет. Ну, то есть он попробовал, он понимает, что... Ну, а что, он с Бешикташем будет так же само не выходить из группы, как и с Зенитом? Понимаешь, ну, что он... Ну, плюс три матча на полном... Не, ну, смотри, понятно, что в Турции он будет иметь больше зрителей, то есть на матчах. Да. Если для него вот этот наркотик нужен, зрители, крик, вот этот шум, то она нам поедет в Турцию, да. Чемпионат выше уровнем. Ну, сейчас трудно с этим поспорить, выше уровнем, да. Там куча топ-игроков. Ну, да, да, и народу много, и Еврокубки есть. Ну, не знаю. Я не знаю, вот я посмотрел интервью Аздоева, ну, как бы он там... Не вижу такого, что он там прям всех агитирует переезжать в Турцию. Ну, Аздоев и не в топ-клубе. Ну, в хорошем клубе, там, пирло-тренер, там, как бы... В средняке. Ну, пирло-тренер у тебя. Представляешь, у тебя в середняке там пирло-тренер там, там, великий. У тебя там куча итальянцев там в команде, у тебя там все. Ты живешь, ты, по-моему, эта команда из Стамбула, по-моему. Не-не-не. По-моему, из Стамбула, по-моему, пригород Стамбула, по-моему. Ну, да, рядом вроде. Да. Ну, и я не знаю, ну, не видел такого, что прям он прям все переезжаете в чемпионат Турции. Ну, поедет, поедет, нет, нет. Слушай, не сильно потеряет или приобретет что-то в Зенит с уходом Кузяева. Это никак не повлияет на их чемпионство. Ну, да, на чемпионство вряд ли, но это же, ну, наверное... Ну, купят Коваленко. Баринова купят. Как все просто. Все просто для Зенита, да. Окей, Динамо. Домовый тренер. Ну, да. Личко. Наличко. Это какой был выбор уже, получается, там, пятый или... Ну, как так-то? Ну, Сев, ну, им все отказали. Нет, я к тому, что... Понимаешь, все отказали. Это не удивляет, что Личко, в принципе, ну, человек, как раз, который на поверхности. Да. У них там только, там, пятый или четвертый выбор. Я смотри, я тебе скажу свое ощущение. Хочешь свое личное? Да, да. Я разговаривал, когда появились первые слухи про Динамо и Личко, я разговаривал с людьми из Динамо, которые мне сказали, нам Личко не нравится. Потому что он... Команды не сбалансированы. Атака сумасшедшая, обороны нету. Все красиво. Реально красиво, обложка, картинка. Но результатов там... Типа, мы прогнозируем, что результат он не даст, который нам нужен. Понимаешь? И вдруг приходит Личко. Это о чем говорит? О том, что спортивный блок сработал плохо. То есть они взяли тренера, в котором они два месяца назад не верили. Навряд ли он за два месяца переубедил в чем-то другом. Скорее всего, что просто они не нашли другого тренера. Просто им все остальные, кто у них был на шорт лести, им отказал. Ну, я так это вижу ситуацию. Ну, а в целом тебе как? Ну, вот условно, им не нравилось, а тебе как? Ну, вот смотри, они ему дали контракт на три года, миллион евро зарплата у него сейчас. Прилично. Я думаю, это во сколько раз больше, чем в Оренбурге? Два миллиона рублей-то у него была зарплата там, в Оренбурге. Ну, вот уже когда Краснодар вмешался... После переподписания. Да, когда Краснодар вмешался в ситуацию, у него, по-моему, два миллиона без бонусов была зарплата. Сколько два миллиона сегодня? 25 тысяч евро, это 300 тысяч евро годовых. Ну, в три раза увеличило, грубо говоря, Динамо. Вот, ему зарплату. Ну, во-первых, Москва, три раза увеличенная зарплата, футболисты, наверное, повыше уровня. Как будто бы, но по факту нет. По факту он сейчас столкнется с таким говном тут, что он еще за голову схватится, потому что в его систему эти футболисты не подойдут. Потому что они сейчас 40 гентосов навезут в Динамо. Ну, пока вот, смотри, ну, как бы все же ждут, что Вера за ним поедет. Ну, нет, все ждут, что кто-то другой Вера. Вроде Локомотив ходит. Локомотив точно уже с этой, вроде бы, от этой идеи отказался, потому что у них перегруз в эту линию. Вроде, ну, все ждут, потому что у Динамо вообще нет опорной зоны никакой. И центральная зона, там, проблемы после, они никак не смогли замену Шиманскому не найти. И поэтому все ждали, что там эти латиноамериканцы, но пока вообще таких разговоров нет. И сейчас, как будто бы, имея тренера, самая большая проблема в приобретении игроков у Динамо. Потому что больше всего игроков у Динамо нужно, чтобы бороться за ту задачу, которую они все перед собой ставят. Тройку. Тройку. Минимум. Да, и финалист кубка. Как такую вообще задачу можно поставить на бумаге? Я не знаю, но окей, хорошо, ставят. Попасть в тройку, у них нет вообще центральных защитников, нисколько, ни одного. У них крайние защитники сомнительные, потому что... Тебе вообще никто не нравится из СЗА их? А тебе нравится кто-то из этих троих? Нет, что значит нравится? Внешне Саба Сазонов красавчик. Он может даже моделью подрабатывать. Он и больше будет зарабатывать, чем футболист. Богдан Титамир в молодость. А? Богдан Титамир в молодость. Ну да, но понятно, что как футболист сегодня точно не для тройки. Но там нет футболистов, которые могут их в тройку завести. Ну то есть посмотри, даже линия обороны... Спартака, там Дуарт. Ну там есть хотя бы Джикия. Ну это да. Да. Ну у них там, я не знаю, там в Краснодаре, в Краснодаре сейчас может быть проблема с Абьетом Олонсом. Ну все, точно. Ну смотри, в клубе как бы будут биться до последнего, чтобы получить свои бабки. Нет, ну то, что он уезжает, это уже факт, да? То, что он хочет уехать, пока это факт. То есть пока он уведомляет клуб, что он хочет уехать. Может они как-то смогут его переубедить остаться на какое-то время еще? Ну не знаю. У него это с разднением ребенка все поменялось. Кстати, есть хорошая новость. Так. Что ЦСКА получит деньги за Влашича. Или будет оштрафован в трехкратном размере английский клуб, который он взял. Вестхам. То есть они должны там, каким образом они хотят, каким-то образом, они даже могут там задействовать. Как я слышал. Не, ну ЦСКА всегда предлагает такую схему, что, допустим, ЦСКА должен нескольким европейским клубам. Да, и вы с ними рассчитаетесь, да. И чтобы Вестхам им... Ну то есть то, что русский клуб выиграл суд... Ну это не секрет в целом. Ну это круто. Ну это круто. Поэтому могут судиться все остальные... Ну пока денег на базе нет, мне кажется. Не, ну слушай, есть решение. И решение, которое вынесено сейчас, оно же не трехлетней давности. Соответственно, значит, пока что наши клубы еще там не умерли. Пока просто смертельно больны. Окей. Давай к личке еще вернемся. Но он же... Вот мне очень он симпатичен. Не, он хороший дядька. Не только хороший дядька, но... Это соотношение цена-качество. Да. Но как будто бы даже он лучший тренер, а не Федотов. Сезона. Слушай, Сев, смотри. Есть категория тренеров, которые, допустим, ставят только красивую обертку. Допустим, да. И это личка. То есть играют они действительно очень круто. Результат плохой разве? Нет, для Оренбурга хороший. Но устроить Динамо седьмое место... Да не, ну тоже тут уровень. Во-первых, потому что ему... Смотри, у него футбол очень яркий. Чтобы играть яркий футбол и добиваться результата, тебе прям крутые игроки нужны. Прям хорошие игроки нужны. Но у них же хватает хороших футболистов. Нет. Почему нет? Ну потому что, смотри, у них нету игрока. Центрального защитника, опорника, для лички. Пока ты не называешь игроков для яркого футбола. У них нету игроков для яркого футбола. Нет, подожди, я тебе говорю, что... Динамо нету игроков для яркого футбола. У Оренбурга тоже были капец какие проблемы с защитой, с автарем. А какой момент у них стало улучшаться? У них приехала Перес, Флорентин, Мансилия. У них латиноамериканцы сделали качество, что даже Эктов умудрился продаться в Краснодар. Ну и Эктов вообще как может откуда-то продаться? Но они продают даже Эктова из-под лички. Наверняка... Первым причем. Первым, да. Наверняка я говорю, что он в Динамо сделает картинку лучше. Но не с этими игроками. Ему сейчас понадобятся все другие игроки. Достаточно много ярких футболистов, которые при Юкановиче ничего не показывали. Ну кто? Ну типа Захарян. Ну вот сейчас опять мы упремся в одну фамилию. Много, но в итоге называем одного. Подожди, Захарян, Тюкавин, Макарович, Гладышев. Ну не Гладышев, а вообще провел лучший свой сезон. Это был, наверное, главный вообще прогресс при Юкановиче, это Тюкавин. Ну нет, просто он подошел к этому возрасту. Динамо хватает футболистов. Да не хватает всех. Нет, нет. Потому что для этой игры, которая... Впереди, впереди. Впереди, но только нет, ты сейчас перечислил только нападающих. Но донести до них мяч будет проблематично. Динамо надо сейчас будет купить. Центральных защитников угадать. Потом опорного, потом десятку. И то есть Фомин это не игрок, который сможет играть у лички всегда хорошо. Я не знаю по поводу Захаряна. Что у Захаряна, может у него там до сих пор там Челси на подушке, и он там плачет в нее. Я не знаю. Я вижу, что пока что он провалил весну. Ну то есть он плохо играл все матчи. Я не знаю, не могу вспомнить один матч, когда он там вытащил эту игру или там феерил. Поэтому у Динамо совсем нету команды для лички. Поэтому я не знаю, как он там будет справляться за две недели до начала чемпионата. Ну вот мы выходим сегодня там какое-то 19 число. Через месяц первый тур. Ну там месяц и одну неделю. То есть надо сейчас каких-то игроков там где-то взять. Потом их надо как-то натренировать. Потому что ты помнишь футбол лички по осени? Когда они пускали по три гола на выезде всегда. Ну потому что футбол сложный у него. У него же очень открытый футбол. Поэтому ему нужно будет игроков еще как-то сыграть. Будет ли Динамо терпеть это? Вообще готовы ли они на траты под него? Вот они берут тренера. Вот понимаешь, почему вопросы к Бувачу? Не потому что он там хороший или плохой парень. Потому что он не может объяснить, каким образом тот или иной тренер приходит в команду. Вот и все. И поэтому сейчас команда Динамо стоит на перепуте, что теперь делать. Понимаешь? Или личку оставлять с футболом Оренбурга и покупать ему кучу футболистов. Или сказать ему, слушай, у нас мы тратить деньги не можем, потому что нам не дают деньги. Потому что у нас нет результата. Постарайся, пожалуйста, из этих игроков слепить. И сразу будет просто проблема. То есть ты не веришь, что он может подстроиться и сделать из того, что... Там нет игроков, Сев, он может. Но там нет игроков, которые бы так играли. Но там нет ни одного игрока уровня латиноамериканцев, которые были в Оренбурге. Ну, может, они их заберут. Ну, это да. Тогда поговорим за неделю до чемпионата. Или найдут новых. Ну, или найдут новых. Или ультима группу привезет им таких же. А-а-а. Молодежный чемпионат Европы стартует. Да. Там твоя любимая Грузия играет. Да. И я слышал, что там есть несколько молодых грузинов. Во-первых, там Саба Сазонов играет. Не молодой грузин. Да. Во-вторых, Гогнидзе тоже, да? Да. И я слышал, что там есть несколько футболистов, которые теоретически могут в РПЛ перебраться. Ну, я тоже такое слышал. Просто пока не понимаю. Ну, знаешь, как смотри. Сейчас, как бы, Грузия стала просматриваемой сборной. Там на нее смотрят хорошо. Потому что там есть люди, которые очень много за границей играют. И прям две звезды появились. Прям звезды мирового футбола. Ну, европейского футбола. Вратарь из Валенсии и их ВИЧа. Соответственно, на них очень много скаутов смотрят. Вот когда перед ним встанет выбор. Ну, я так понимаю, ты сейчас говоришь о трудно произносимой фамилии. Там двух близнецов, которые играли в Сабрутало. Да, там есть какой клуб Сабрутало. Там появились два близнеца. Там один из них опорный полузащитник. На которого сейчас там большой спрос есть. В России. Ну, вообще везде, понимаешь? Тон-то и дело. Проблема в том, что она появилась не только в России. И когда перед грузином встанет вопрос, ему ехать в Европу или в Россию. Ну, я думаю, что никто не поедет в Россию. Ну, мне так кажется, что даже, вот смотри, там два игрока. Вчера там, вчера играла Грузия-Кипр позавчера. И было Давида Ашвили и второй нападающий. Они играют в серии, во второй лиге Франции. Да, да, да. В Бордо и в Мессе. Ну, я думаю, что даже вторая лига больших стран вызовет больше интерес у грузин, чем переехать в Россию. Ну, чисто политически. Нет, потому что нету Еврокубков, понимаешь? А деньги те же. Ну, то есть никто не отважится сейчас грузину платить. Да нет, ну, вряд ли во второй лиге Франции платят те же деньги, что и в России. Те же деньги. Плюс-минус, как ты мечтаешь. Ну, не топ-клуб русский. Ну, то-клуб русский не возьмет никакого грузина молодого. Ну, почему? Ну, кроме какой команды? Кроме Динамо? Ну, Динамо. Ну, Динамо, допустим, вот, смотри, Гагнидзе. Ну, хорошо. Ну, вот, Динамо же, мы же видим, там есть, играет Гагнидзе. Сколько он адаптировался к Гагнидзе? Гагнидзе до сих пор... Это по-русски не говорит. По-английски интервью дает. Он поехал в Урал, там, что-то мало времени поиграл, вернулся обратно. Тоже до сих пор там не игрок основного состава. Дадут ли они ему там огромную зарплату? Нет. Нет, а дадут плюс-пинус, как в европейском клубе. Дадут в размере, там, 20 тысяч евро. Ну, 20 тысяч евро, я уверяю тебя, во второй лиге Франции платят 20 тысяч евро. Окей, давай к Краснодару? Ну, вообще, пока самая запутанная ситуация для меня, это Краснодар. Ну, сегодня Панков, по-моему, написал про то, что Сафонова хотела Рома, но американский владелец запретил покупать. Слушай, ну, я очень люблю Андрюшу, понимаешь, который там иногда очень часто просто какие-то инсайды выдумывает просто какие-то. Ну, вот откуда Андрей Панков знает, что хотела там Рома? Его итальянские источники. Блядь, Сева. Или американские. Родники какие-то итальянские у него? Какой святой источник итальянский у него? Послушай, а где Панков и где итальянские источники системы Ромы? Это все выдуманная информация. Ну, то есть ты... Вообще не верю в то, что кто-то из России, там, допустим... Слушай, ну, у меня есть, правда, большие итальянские источники. И я не знаю, например, что Матвей Сафонов был там в списке один из трех вратарей Ромы. Один из трех. В шорт-листе у любого клуба европейского по 20 фамилий. Это вообще не значит, что они там окажутся. Если это не Геннадо Москва, где может там десятый тренер оказаться в составе. Понимаешь? Если бы он был в списке трех игроков, трех, то, соответственно, было бы прощупывание переговоров. Прощупывание хотя бы. Там переговорили бы с Матвеем Сафоновым, готов ли он к переезду. Пробили бы цену зарплаты там. Ну, понимаешь, что такое шорт-лист? Вот короткий, короткий, один из трех. Это значит, что когда скаут или там селекционный отдел подает это спортивному директору, а потом, соответственно, хозяину, там все расписано, знаешь? Там написана цена, там написана его зарплата, ну, плюс-минус примерно, все есть уже. То есть проведена какая-то часть переговоров. А просто сказать, Матвеем с Афоном интересовался Рома. Ну, хорошо, да, отлично. Наверное, интересовалась, может быть. Окей, Сперсян. Еще раз, смотри, футбольный клуб Краснодар не получил никакого уведомления о возможности начала переговоров с Аяксом. Но, как сказал нам Нагучев, который читает очень много голландской прессы, в прессе голландскую идут сбросы по поводу фамилии Сперсяна. Но с клубом еще никто не разговаривал. Понимаешь? Но Сперсян круто сыграл. С Уэльсом? С Уэльсом, прям очень круто. Сегодня они тоже играют, когда как раз наша программа вечером выйдет. Они сегодня будут играть с латышами, по-моему. Если они еще возьмут три очка, и опять Эдик Сперсян сыграет там. Скорее, я верю в переезд Сперсяна. Это возможно, что Сперсян едет из России. Армянский паспорт. Ну да, у него есть армянский паспорт. И его могут... Смотрите, все-таки в Уэльсе играют люди, которые там понятны скаутам. И против них он сыграл хорошо, значит понятно. Допустим, не понимают скауты, условно, Аякса, когда он играет против какой-то там команды, там, я не знаю, Оренбург или там Томск. Ну не Томск, а этот, Воронеж. Но они это не понимают. А мать за сборную понимают. Ну нет, это же общеизвестная история, что на РПЛ почти даже никто не смотрит. Ну не почти, а никто почти не смотрит. А ну мать за сборную сильно вызовет интерес к нему, понимаешь? Поэтому возможно. Отъезд как раз Сперсяна возможен. Но захочет ли Галицкий продать его за недорого? Есть тебе еще что сказать? Ну нет, я думаю, что нет. Я думаю, что будем готовиться к следующей неделе, потому что какая-то пауза. И все действия Спартака, конечно, сейчас пока затмили весь рынок. Ну смотри, давай я проанонсирую, что, во-первых, у нас вышел первый выпуск Саши Дорского с Осинкиным. Да, это интересно. Это прям разрыв. Кто-то говорит, что это мы украли. Но я считаю, что это вообще абсолютно... Не, во-первых, стыдно говорить, что что-то украл Дорский, который два года назад начал эту программу делать. Соответственно, мы можем еще обвинить в этом Слуцкого. Во-вторых, это вообще другой формат и другая программа. Еще что, то, что мы с тобой тоже планируем кое-что запустить, это не вот это, а это другая история, но попозже расскажем об этом. Да, ну я думаю, что ты хочешь, чтобы мы сюда попробовали гостей звать или будем пока... Ну я бы хотел, чтобы мы приглашали каких-то агентов. Агентов. Давай пускай люди оставим комментарии, кто они вообще хотят. Пишите, кого позвать, чтобы обсудить трансферы, чтобы обсудить какие-то сплетни, слухи в межсезонье. Вообще, это одно из моих любимых моментов в футболе. Знаешь, когда в межсезонье трансферы, зарплаты, это же интересно всегда. Пишите, кого позвать. И пишите, может быть, мы следующий, например, эфир проведем в формате стрима. Да, ну чтобы вы видите вопросы. И поотвечаем на ваши вопросы, вы будете писать, Тимур будет на все отвечать. Почти на все. Ну, надо на все, Тимур. Ну, честно, ты не брешь никогда. Да. Спасибо.